За чашкой кофе о важном. В неформальной обстановке глава городского округа встретился с представителями средств массовой информации. Дмитрий Волошин ответил на все вопросы волнующих журналистов. На повестке изменения, которые произошли в городском округе за последние пять лет. На прошлой неделе к вам приезжал губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Вы ему рассказали о концепции развития городских парков, о проекте «Зеленый каркас». Можете нам рассказать, пожалуйста, в чем заключается этот проект и когда он будет реализован? Наша прямая задача и обязанность сегодня делать качество жизни в нашем городе лучше. И что может быть лучше, чем строить новые прогулочные зоны и новые рекреации, новые зоны отдыха. Расширение так называемых «зеленых» зон глава городского округа назвал приоритетной задачей для местных властей. На сегодняшний день благоустроенные территории уже занимают 104 гектара земли. В планах, отметил Дмитрий Волошин, модернизировать и связать пешеходными и велодорожками все парки, скверы, аллеи и набережные. Сейчас в округе активно прорабатывают новый уникальный кольцевой веломаршрут, протяженность которого составит 42 километра. У нас есть концепция, если быть даже точным, есть стратегия развития зеленого каркаса химок в 10-летней перспективе. В ходе встречи стало понятно, жителей городского округа волнует множество важных тем. Каких рассказала депутат Госдумы, лидер движения общественной поддержки химки «Интересно жить» Ирина Роднина. По словам олимпийской чемпионки, чаще всего люди обращаются с просьбами решить проблемы в сфере ЖКХ, школьного и дошкольного образования, медобслуживания и социальных выплат. Вопросы самые разные, приходится с предложениями изменить что-то в законодательстве, уже прямо написанные тексты и предложения. Не только слышать, а вот хорошо слушать. О том, как осуществляется взаимодействие жителей и власти, на встрече с журналистами рассказал лидер движения общественной поддержки химки «Интересно жить» Михаил Раев. По его словам, благодаря этому проекту удалось точечно решить проблемы в городе. Михаил Раев отметил, что движение общественной поддержки социально значимых инициатив удовлетворило потребность людей в объединении с властью и дало немало положительных результатов. Мы тоже, как депутаты, не можем заехать в каждый двор, в каждую квартиру зайти. А здесь все-таки цифровой век. Сегодня у всех есть мобильные телефоны, мессенджеры, которые могут зайти, посмотреть, проголосовать. Поэтому, в общем-то, и создавался весь этот проект. И создавал голосование для этого, чтобы каждый житель мог спокойно сидя дома зайти, посмотреть, не надо ли куда ехать, не надо писать бумагу в администрацию, где-то стоять в очереди. Тесное взаимодействие с жителями – самый верный вариант развития химок. Глава городского округа Дмитрий Волошин назвал встречу с журналистами продуктивной и предложил встречаться в неформальной обстановке регулярно. Редактор субтитров А.Семкин